Здравствуйте! В эфире телекомпания Круг Новости недели. Только самые интересные события и тем минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты в студии Екатерина Филиппова. Сегодня в нашей программе вы увидите. Вернуть государству приватизированный памятник архитектуры. Дачу Морозли требует антикоррупционная прокуратура. Дело рассматривается в суде. Одесский клинический санаторий государственной пограничной службы Аркадия, возможно, будут застраивать. Земельная комиссия городского совета рассмотрит вопрос о передаче ведомству земельного участка. Детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу совладелицы фирмы «Пикстрой» и депутата Одесского городского совета от партии доверять делам Марины Лазовенко. Возле аэропорта установили еще две берлинские подушки. Дорогие дорожные препятствия по-прежнему не перекрывают всю проезжую часть. 20 января в Одессе стартовала акция по высадке сосен возле учебных заведений города. Признать незаконной приватизацию памятник архитектуры – дачу Морозли и вернуть его в государственную собственность требует антикоррупционная прокуратура. Исковое заявление о расторжении договора продажи рассмотрит хозяйственный суд Одесской области. Дачу Григория Морозли – особняк на Лидерсовском бульваре площадью 2615 квадратных метров в октябре 2018 года областной совет продал обществу с ограниченной ответственностью Крок в Пират. В исковом заявлении в хозяйственный суд Одесской области антикоррупционная прокуратура требует признать договор купли-продажи незаконным и вывести здание из перечня объектов приватизации. В феврале прошлого года инициативная группа «Дача Морозли» дает сдачи и местные организации всеукраинского объединения «Автомайдан» провели акцию протеста. По данным общественников, частная компания «Бульвар 1906» планирует снести старинные особняки и построить пять одиннадцатиэтажных зданий. Представитель компании утверждал, что есть проект только трех шестиэтажных зданий. Пока согласовано строительство одного. Есть разрешительные документы на землю, подготовительные работы и также удаление зеленых насаждений. На информационном щите застройщик сделал для горожан успокаивающую надпись «Будет строиться санаторно-курортный комплекс. Дачу Морозли сохранят, земля под ней не отведена и не огорожена забором». Участники акции подписали обращение к министру культуры и информационной политике Украины с требованием отменить решение областной администрации об определении границ охраны и режимов использования зоны объекта культурного наследия и провести служебное расследование. Тогда же Высший антикоррупционный суд наложил арест на участок площадью более гектара, где располагается дача Морозли. 3 мая Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования дела в отношении директора Департамента капитального строительства и дорожного хозяйства областной администрации Виктора Лунгула. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб более чем на 80 миллионов гривен. В ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении по тому же делу бывшему начальнику управления имущественных отношений, которое заключало договор о продаже. По мнению следствия, в результате незаконных действий из государственной собственности вывели два памятника архитектуры – дачу Морозли и имение Фабрицкого вместе с земельными участками. Новый год нанес Одессе очередную архитектурную утрату. Город теряет еще один памятник духовной истории и культуры. На улице Ольгиевской начали сносить здание бывшей новобазарной синагоги. Привычная для Одессы позорная история. Дом новобазарной синагоги построен в 1894 году у нового базара в восточном стиле ориентализм. При Союзе здесь располагался завод «Динамо», а с начала 80-х годов производственно-творческий экспериментальный комбинат общества охраны памятников истории и культуры. Здание внесли в реестр памятников архитектуры и градостроительства местного значения по решению Одесского областного исполнительного комитета 27 декабря 1991 года, уже в независимой демократической Украине. А в 2008 году из этого реестра вынесли. Так решило и Министерство культуры. Причина легко просматривается. Место в центре города удобное для строительства. Через год запрошенное здание вроде бы случайно сгорело. И случаи такие у нас в городе стали систематическими. Вспомним хотя бы пожар на бывшем пивном заводе Санценбахера и в доме Руссова. Территорию завода уже застроили, а здание Руссова под давлением общественности мэрии пришлось спасать. Разрушение здания в синагоге началось после Нового года. Кто и что намерен строить на его месте еще неизвестно. Памятникам истории и архитектуры это очевидно не будет. К тому же снос здания может привести к разрушению соседнего дома, как произошло на улице Торговой. Жители опасаются обрушения и ждут реакции городских властей. Вступивший в силу закон 1060 о жилищно-коммунальных услугах и о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения начал работать в наступившем отопительном сезоне. Один из его пунктов предусматривает, что до августа 2022 года все дома должны быть оборудованными счетчиками тепловой энергии. Технические условия работы по установке и сам прибор учета на весь дом обойдутся в приличную сумму, которую из своих карманов должны будут вынуть жителям многоквартирных домов. Те, кто не выполнит данные условия, вынуждены будут платить огромные суммы за отопление. С этим обстоятельством одесситы уже столкнулись, получив непомерные счета за обогрев своих домов. Как разрешится, ситуация покажет время, но уже сейчас тепловики заявили, что перерасчета не будет. Посоветовали лишь оформить субсидию или реструктуровать платежи до установки счетчика в их доме. Перш за все, еще в 2017 году был принят закон о комерсийном обліке, который предъявляет, что абоненты должны самостоятельно установить прилады обліку, загальнобудинковые лечильники на тепло. Большинство наших местных использовались нормой закона, а также программами, государственными, муниципальными, которые предъявляли допомогу на компенсацию таких витрат на установку приладов обліку. З 2017 года нам было обладнано в Одессе больше, чем 90% таких домов. Сегодня для тех домов, которые не обладнаны приладами обліку, вступили в действие законодательства изменений. Перш за все, 1 травня вступил в действие закон 1060, который внис изменения до закону про комерсийный облік. Відповідно, Кабинет Министров внис изменения до законных актов, и последний из них вступил в действие 1 жовтня 2021 года. Тому сразу на нашем сайте нашего предприятия появилось поведомление, первое было 4 жовтня, 2-е – 30-е, после мы еще в Грундии давали на одноразовое объяснение, что в домах, которые не обладнаны приладами обліку, нарахования будут действовать за максимальным тепловым навантажением. И это действительно приводит к более высоким цифрам, которые видят в квитанциях местами. Поэтому мы радуем тим мешканцям, которые имеют возможность самостоятельно, не откладываясь, установить прилад обліку. Для этого нужно обратиться на адресу нашего предприятия за техническими условиями. И буквально мы не затягиваем этот процесс, день-два мы надеем ответ, и могут обратиться к любой компании, которая совершает соответствующие услуги в нашем городе. Тие, которые не могут самостоятельно собрать деньги, могут использовать муниципальную программу, которая будет действовать и в этом году. В этом году она выносится на рассмотрение сессии МИСКРАДИ 9 лютого и, сподіваюсь, будет поддержана депутатским корпусом. После этого, снова таки, за счет бюджетных денег будет установлен прилад обліку. Экономия будет суттевая, десь в полтора, возможно, два раза, тариф будет меньше. Но, снова таки, я наголошу, что сам прилад обліку, сам по себе, он не экономит тепловую энергию. Единственное, что экономит, прилад обліку только фиксирует те реальные споживания, которые происходят в том или ином доме. А для того, чтобы действительно экономить, нужно заниматься утеплением домов, заменой веков на большее щельные, утеплением горящих и подвалов. Десь только за этот неделю мы получили близко 30 вертин. В малоповерховых домах вартость лечильника становится близко 40, от 30 до 50 тысяч гривен. На месте клинического санатория государственной пограничной службы Аркадия возможно построит жилые дома. Депутатская земельная комиссия городского совета на ближайшем заседании намерена рассмотреть вопрос о передаче участка в пользование ведомства. По данным издания Украинской службы информации, вопрос о пограничном санатории рассмотрят 21 января. Для облегчения дела на последней сессии промырское большинство городского совета ликвидировало земельную комиссию, а вместо нее образовало новую комиссию по вопросам развития пространства, землеустройства, регулирования земельных правоотношений и шести членов трое от партии мэра доверяя делам. В том числе Олег Брындак, подсудимый по земельному делу с ущербом в 689 миллионов гривен. Администрация государственной пограничной службы просит передать участок под санаторием Аркадия на Гагаринском плато площадью 5,8 гектара в постоянное пользование для реконструкции и ремонта старых зданий. Земля принадлежит государству. Затем с помощью умелых юристов легко изменить ее целевое назначение и отдать по застройку. Случаи такие были. Что может потерять государство? Клинический санаторий государственной пограничной службы Аркадия одно из лучших медицинских учреждений страны. Клиничный санаторий Аркадия Державной прикордонной службы Украины это санаторий загального профиля с неврологичным отделением. В своем складе он имеет четыре главных отделения. Это принимальное отделение отделение загального профиля отделение медической реабилитации и физиотерапевтическое отделение отделение профилактории летного склада. В санатории работают специалисты по всем направлениям включая рефлексотерапию лечение грязью минеральными водами и механотерапию. Обеспечено комплексное обследование пациентов. У санатория есть и свой пляж со всей курортной инфраструктурой что делает участок на берегу моря еще более привлекательным для строительного бизнеса. Чтобы медицинская помощь оказывалась докторами квалифицирована независимо от того в каком учреждении это будет. Нужно стремиться к тому чтобы независимо от того ведомственной или медицины разрушить проще всего создать потом будет тяжело или практически невозможно. Вопросы передачи земли санатория в постоянное пользование государственной пограничной службы выносят на земельную комиссию в четвертый раз. В апреле прошлого года депутаты снова отказались поддержать проект решением. Именно из-за опасности застройки. Желающих возвести высотки до места санаториев у нас всегда хватает. Уничтожили уже почти все. Один из недавних примеров застройка территории бывшего санатория Мирной на 8 станции Фонтанской дороги. В 2020 году мэрия отдала участок компании пространства. Ее одесские средства массовой информации связывают с Владимиром Галантерником, который в том же земельном деле считается организатором преступной группы. По бумагам строят пансионат. Так делается часто, а потом продают квартиры. Обвинять руководство государственной пограничной службы в преступном сговоре с мэрией и застройщиком пока нельзя, но опасения сохраняются. Еще один многомиллионный кредит готовы повесить на одесситов депутаты городского совета. В бюджете, как всегда, не хватает денег на ремонт дорог, а то, что выделяются жалкие крохи. Без нового асфальта и коммуникации снова остается улица Толбухина. Жители улицы Толбухина и все, кто когда-то быстро и удобно добирался по ней до фонтана, годами ждут ремонта. Часть работы сделали пару лет назад, но это дорогой такое покрытие назвать нельзя. На все дорожное хозяйство в бюджете года горсовет выделил 370 миллионов гривен. При огромных объемах ремонта это не деньги. На одну только улицу Толбухина нужно 150 миллионов. Даже если бюджет пересмотрят и что-нибудь добавят, положение дел кардинально не изменится. На заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства ее председатель, депутат о европейской солидарности и бывший кандидат на пост городского головы Петр Обухов высказался о возможности нового кредита. Если нам предложат взять кредит на дорожное строительство, то я поддержу. В городе много чего необходимо делать. Нужны миллиарды, а у нас всего лишь 370 миллионов гривен. Кредиты хороши, когда есть чего отдавать. Где их возьмет городской бюджет? Разве что мэрия сократит долю теневого бизнеса. В целом завершили досудебное расследование по делу совладелицы фирмы Пикстрой и депутата Одесского городского совета от партии доверяй делам Марины Лазовенко. Об этом сообщили в пресс-службе специализированной антикоррупционной прокуратуры. Теперь с материалами уголовного производства должны ознакомиться подозреваемые и их адвокаты. После этого обвинительный акт передадут в высший антикоррупционный суд. Напомним, Марину Лазовенко подозревают во время реконструкции Соборной площади в Николаеве. Следствие считает, что бизнес-вумен закупала товары и услуги по завышенным ценам, а затем подписывала поддельные акты выполнения работ. Городская власть продолжает создавать видимость борьбы с автомобильными хулиганами-дрифтерами. За бюджетные деньги на дорогах устанавливаются бесполезные препятствия для ограничения скорости. Возле пассажирского терминала аэропорта установили еще две так называемые берлинские подушки. Препятствия на дороге шириной 1,8 и длиной около двух метров. Приближаясь к ним, водители вынуждены сбрасывать скорость. По идее, они должны препятствовать дрифтерам, устраивая гонки. Первая пара подушек появилась тут еще в ноябре. А толку от них никакого. Подушки не перекрыли всю проезжую часть и гонки продолжались. Препятствия только усложнили трассу и тем самым разожгли гоночные страсти. Двух новых подушек тоже мало. Все вместе они и теперь не выполняют свою функцию, а стоит каждое 30 тысяч гривен. Всего на дорогу возле аэропорта уже приклеили 120 тысяч. Пока установят еще, если вообще установят, эти могут износиться. Та же картина на площади Бориса Деревянка. Не научилась наша мэрия делать все как положено, а деньги расходуются из городского бюджета. 20 января в Одессе стартовала акция по высадке сосен возле учебных заведений города. Так, специалисты коммунального предприятия ГОЗелендрец планируют высадить около 1600 вечно зеленых деревьев на территориях, прилегающих школам и детским садам в разных районах города. Коммунальное предприятие начало работы по высадке сосен не на месте вырубленных согласием мэра сотен здоровых деревьев, а возле школы номер 4 на Адмиральском проспекте, в которой учился Геннадий Труханов. Там было высажено 32 сосны. Случайность не думаем. Сотрудники предприятия ГОЗелендрец выполнили работы по компанию ям под посадку сосен и поливу. Одесская мэрия продолжает удивлять и, к сожалению, не лучшими достижениями. Отмечать день рождения городского головы уже начали на аппаратном совещании. Административное мероприятие превратили в местечковый спектакль. Послушные чиновники подчиненные открыли представление бурной овации. Попробовал бы кто-нибудь не аплодировать. По залу прошествовали одесский исполнитель Валентин Куба с друзьями группа «Мамины дети». Знаменитую песню из абитуара Леонида Утесова «Ты, Одессит, Мишка» переделали по случаю. 17 января Геннадию Труханову исполнилось 57 лет. Поздравить его могли бы, как всегда, в кабинете и не превращать аппаратное совещание в балаган, где не хватало только цыган с медведем. Любимому мэру его почитатели вручили два одесских подарка. Ну, чисто одесских. Друзья, зная, как Геннадий Леонидович с трепетом относится к основному головному убору одесскому, кашкету, к кепке, от всей души хочу подарить этот головной убор. Алина, перед тем, как шить его, полоскала твит в Черном море. Поэтому она намоленная, пропитана Черным морем. Пускай она согревает тебя, Геннадий Леонидович, и оберегает. Подарки в стиле той Одессы, той еще, какую описал Исаак Бабель в рассказах о короле преступного мира с молдаванки Бенни Крике. Очевидно, одесситу гения образ жизни героя-бандита особенно близок и манера одеваться или, как говорят, в известной среде прикид. Разве что ботать по фене на заседаниях в мэрии нельзя. После таких подарков могли бы прозвучать мурка, гоп-стоп мы подошли из-за угла, цыпленок жареный, цыпленок вареный, Владимирский централ и другие незабвенные произведения на определенную тему. Век свободы не видать. И как после этого работать? И действительно, какая уж тут работа. Хоть как-то вернуть разгульное действие в интеллектуальное русло попытался губернатор. Его поздравление было выдержано в классических традициях приличного общества. Станет ли виновник торжества читать эти заумные книги? С имиджем простого одесского пацана в кепке они как-то не вяжутся. Разве что серьезный вид сделать позволяют. Но после первого номера вид уже не поможет. Впечатление остается слишком сильное. Прежние городские головы наверняка и подумать не могли, что на рабочем совещании когда-нибудь устроят такое. Да и все происходящее, а вернее творящееся в Одессе последние семь лет раньше тоже не случалось. Остается в этот праздничный день пожелать нет, не гражданину Труханову, ныне подсудимому, а всем одесситам, чтобы вы таки были здоровы. При таком мэре здоровье особенно понадобится. Одесская обсерватория может утратить легендарный телескоп. Кроме того, крыша башни, в которой он находится, протекает. Потолок под ней, имеющий необычную куполообразную форму, теряет свой первозданный вид. Если он разрушится, то попасть на телескоп будет невозможно. Но пока в обсерватории проводят экскурсии. На ремонт необходимо сбор денег проводится на платформе Моей Мисто. Телескоп Экваториал Кука приобрели на средства мецената Иванова, который был сотрудником Медицинского факультета Одесского национального университета имени Мечникова. Устройство соорудила в 1886 году английская фирма Кукс и Сонс. На данный момент это единственный телескоп в городе. Поддержать проект можно любой суммой. Даже 10 гривен помогут проекту приблизиться к цели. ожидает приятный бонус – экскурсия по обсерватории. Это место стоит посетить каждому хотя бы раз, рассказала коммуникационный менеджер платформы Моя Мисто Дарья Агеева. 21 января в день памяти защитников Донецкого аэропорта уже традиционно в шестой раз в вооруженных силах проводится флешмоб. В аэропортах нашей страны военные оркестры исполняют композиции в честь бойцов-киборгов, которых начали так называть за стойкость, с которой они удерживали стратегически важный Донецкий аэропорт в течение 242 дней перед наступлением превосходящих сил противника. Присоединилась к памятному флешмобу и Одесса. Мы с Мухтаром на границе. Эта фраза стала нарицательной для всех, кто видит служебных собак, выполняющих свой профессиональный долг на рубежах страны. Служба у них сложная и важная, не терпящая компромиссов и ошибок. Как говорится, с ними не пошутить. Но и здесь не обойтись без соревнования названия лучшего из лучших. Одесская таможня проводит виртуальный флешмоб «Любимый носик». И эта фраза уже не нарицательная. Ведь благодаря обонянию собак, как говорится, через границу муха не пролетит. «Любимый носик-2021». По таким названиям Одесская таможня проводит виртуальный флешмоб. Принять участие в нем может каждый житель региона и путем голосования выбрать понравившуюся собаку. В рамках флешмоба по очереди представят всех служебных собак. Об этом сообщается в социальной сети Facebook. Сегодня таможенники рассказали бовчарке по кличке Боцман. Бельгиец по происхождению и по одесске обаятельный пес известен далеко за пределами нашего города. Любимец всех настолько популярен, что одни пассажиры, пребывающие в Одесский аэропорт, хотят с ним сфотографироваться, а другие, зная, что Боцман несет службу, меняют маршруты своих полетов. Ведь его непревзойденные способности и тонкий нюх сделали его грозой всех нарушителей. Этот пес один из лучших среди поисковых собак, обладатель многих наград и сертификатов. Так что, если одни пассажиры при виде его кричат «Привет, Боцман!», то другие знают, мимо его носика и муха не пролетит. На одесских пляжах 18 января наблюдалось серьезное понижение уровня моря из-за сильного северо-западного ветра, который дул почти 12 часов, сообщает сайт «Культура Метр». Скорость ветра достигала порой 27-30 метров в секунду, сообщили в ГСЧС. На пляжах из-за воды показались волнорезы. Уровень моря из-за ветра понизился примерно на 40 сантиметров. Такое явление называется водосконом. В Свято-Архангелом Михайловском Одесском женском монастыре прошло торжественное открытие выставки и награждение победителей Международного детского конкурса творчества «Рождественская звезда». Детские рисунки выполнены с применением разных художественных техник. В полной мере раскрыли таланты юных художников. Не оставило детское творчество равнодушным и гостей выставки, посвященной светлому празднику Рождества. Международный конкурс детского творчества «Рождественская звезда» был создан для поддержки талантливых детей, которые своим творчеством показывают, насколько прекрасным и добрым может быть этот мир. Невзирая на юный возраст участников, профессиональное жюри оценивало работы строго, тем самым подчеркивая высокий уровень конкурса. Эффектные экспозиции потрясают как техника исполнения, так и концепции. Ну а тема Рождества только вдохновляет. Она меня просто потрясает и вдохновляет каждый раз. Особенно интересно то, что эта тема не просто воспринимается как чтива, как какой-то факт, она буквально прорастает в детях. И это заметно, потому что с каждым годом она становится все самостоятельнее и самостоятельнее, она становится все более творческое решение. Потому что действительно 28 лет мы делаем, кажется, тема уже исчерпана, уже и говорить нечего, вроде все уже написано, не только детьми, но и мастерами и прежних веков, и нашим. Но я понимаю, ощущаю это буквально как совершенно глубинную тему, которая невозможна исчерпать, она действительно неисчерпаема. В своих работах юные художники изобразили не только рождественские сюжеты, но и красоту православных храмов, разнообразие зимней природы и любимых домашних питомцев. В представленных картинах много ярких красок, эмоций и впечатлений. Перед тем, как нарисовать эту работу, я прочитала истоки, то есть тогда, когда рожался Иисус, и представила в голове, как это все происходило, и по моей теории это выглядело примерно так. Международная выставка детского творчества «Рождественская звезда» это событие не только для Одессы и Украины, а и международного сообщества. Участники к ней готовятся особенно тщательно. Гостей праздника всегда ждет путешествие в мир Рождества прекрасного и неповторимого не только по своей красоте, но и значимости. Наша выставка смотрит в будущее. Это тот мир, кем его дети хотят видеть для себя, а также для своих детей, а также для будущих поколений. Этот мир должен быть гармоничным. В нем должно сиять солнце, не быть никаких войн, насилия, греха. И мы этот мир представляем всем тем, кто сможет посетить нашу уникальную выставку. Работы художников у нас представлены не только из разных уголков Одессы, Одесской области, но и Украины, а также из многих стран. Это работы детей не только православного вероисповедания, но и деток из светских семей. Есть у нас также работы детей из мусульманских сообществ и других религиозных динаминаций. Мы открыты для всех. Победители международного конкурса «Рождественская звезда» ждали грамоты, подарки и, конечно же, признания. А одесситы, пришедшие посмотреть экспозицию, смогли в полной мере насладиться невероятным миром творчества во всех его проявлениях. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова